Друзья, всем привет! С вами, как всегда, Леар. Мы вновь будем рассматривать шагоходы из вселенной Робогир. В прошлый раз у нас был шагающий танк протектората, сегодня посмотрим, какую технику использовали их противники. Не забудьте нажать на колокольчик и поставить лайк, а мы начинаем. Подробно изучив опыт применения протекторатовских вервольфов, имперцы постарались не повторить их ошибок. Они создали машину, обладающую нешуточной огневой мощью и вместе с тем оснащенную грозным оружием ближнего боя. Специально для Мэтбулла, так называлась первая штурмовая модификация имперского шагающего танка, было разработано два вида энергетического оружия – импульсная пушка и энергетический гарпун. Мэтбулл выгодно отличается от протекторатовского вервольфа. Лишь незначительно уступая ему в подвижности, он несет усиленную броневую защиту. И не перегружен, как вервольф, механическим оружием ближнего боя. Арсенал Мэтбула не требует от пилота сближаться с противником вплотную. Почти все его вооружение может поражать цель дистанционно. Так что огневая мощь имперского шагающего танка заметно превосходит протекторатовский аналог. Мэтбулл – первый имперский шагающий танк моноблокового типа. Его конструкция послужила основой для большинства поздних моделей. А большинство имперских танкистов так или иначе проходили службу на этих грозных боевых машинах. Мэтбулл был массово применен незадолго до битвы за Велиан. Новые шагающие танки оказались неприятным сюрпризом для военных протекторатов. Уже через месяц после появления Мэтбулов на фронте состоялся первый бой шагающих танков друг с другом. Три Вервольфа столкнулись с двумя Мэтбуллами в развалинах астероидного горнодобывающего комплекса. Бой закончился полной победой имперских шагающих танков. Два Вервольфа были уничтожены, а третий, получив повреждение ноги, сдался противнику. Внимательнее рассмотрим шагающий танк. Рост шагающего танка 5 метров. Экипаж 1 человек. Вес 5 тонны. Моноблок УМ-1. Самый первый имперский моноблок. Разработчик Имперское управление бронетехники. Рассмотрим получше его вооружение. Спаренная пусковая установка неуправляемых ракет Р-6. Двойной молот. Или по-другому Твинхаммер. Эти ракеты широко распространены по всей галактике. И массово выпускаются как в протекторате, так и в Империи. Импульсная пушка PowerDart AMG-1M. Разработчик Имперский институт высокоэнергетических технологий. Эту пушку можно отнести и к ствольному, и к энергетическому оружию. Она поражает цель крохотной иголкой из радиоактивного изотопа Кобальт-99, заключенной в электромагнитный или силовой кокон. Импульсное орудие не требует громоздких боеприпасов. 50-килограммового игольного картриджа импульсной пушки хватает на несколько сражений. Механическая пила. Разрабатывая Мэтбулл, имперские инженеры не решились полностью отказаться от механического оружия. Поэтому носовую часть шагающего танка украшает механическая пила. Это оружие дает Мэтбуллу преимущество в ближнем бою с врагом, а также помогает преодолевать завалы и противотанковые заграждения. Энергетический гарпун PJ-1М или Power Harpoon – силовой гарпун. Разработчик – Имперский институт высокоэнергетических технологий. Разрабатывая первые шагающие танки, имперские военные инженеры создавали технику, способную навязать противнику встречный бой. Детищем такой тактической концепции стал энергетический гарпун. Это оружие использует сверхвысоковольтный разряд для того, чтобы поразить свою цель на малой дистанции. Гарпун наносит противнику чудовищный урон, превышающий эффект от любого другого оружия. Вот такой вот первый шагающий танк у Империи. Хотя до этого у них было кое-что другое шагающее, но танком оно не являлось, это была танкетка. Про нее тоже можно потом сделать ролик. Надеюсь ролик вам понравился, не забывайте, что у меня есть подобные ролики и по Вархаммеру, там про всякую технику. А я желаю вам всего хорошего, пока-пока.